добрый день мои гости и подписчики моего канала я рада вас приветствовать у себя в гостях сегодня мы с вами приготовим гуляш по деревенские свинины а для этого нам понадобится свинина томатная паста лук морковь перец и соль ну что поехали мясо нарежем вот такими кусочками и обжарим его собственному соку на сковороде минут пять-шесть вот так вот нас и наше мясо жарится собственном соку без добавления чего-либо еще даже не солила не забывайте что соор мясо любит много и добавляем лук вот такими вот полукольцами четвертинками соломкой кубиками кому как удобно нарезаем и ложим на мясо добавили наш лук и можно теперь добавить подсолнечного масла 2 3 столовые ложки и закрываем крышкой прикрываем крышкой а тем на минуту на 2 тем временем пока у нас будет лук упариваться мы нашинку и морковь или натрём на терке и так наш лук с мясом обжаривается жарится тушится кому как удобно так и назовем тем уже прошло у нас две-три минуты и мы добавляем морковь нарезанную вот такой вот соломочкой это не крупно это все нормально она сварится утушится и будет все класс супер посыпаем ее сверху закрываем прикрываем крышкой минуты на две вот такая у нас вкуснота и такая красота получается теперь мы добавляем одну столовую ложку томатной пасты вот такую и пол стакана кипяченой водички все сейчас перемешаем чтоб наша томатная паста разошлась с водичкой и оставляем так тушиться минут на 15-20 кто желает бульончику побольше можете водички добавить побольше и при этом не забыть чуточек посолить наш гуляш начинаем закипать водичка в гуляше который мы добавили начинает закипать прикрываем крышкой убавляем огонь и тем времени пока у нас готовится гуляш мы поставили воду под макаронные изделия обязательно посолили воду макароны изделия всегда варится лишь только в подсоленной воде ждем когда она закипит и заварим наши макароны наша водичка наша водичка под макаронные изделия закипела и мы туда добавляем макаронные изделия и обязательно не забываем помешать перемешаем и огонь убавляем и оставляем вариться так на 7-10 минут до готовности макарон наш гуляш почти готов и по желанию я забыла сказать можете добавить еще чеснок я же добавляю чуть-чуть черного перца молотого и зелень укропа это тоже по желанию и оставляем тушиться минут на 5 на 7 и все наш гуляш будет готов все обязательно перемешаем чтобы все у нас приправки разошлись добавляем лавровый листик закрываем крышка прикрываем 2 минуты засекаем отключаем и наш гуляш будет готов тем временем у нас макароны начинают закипать начинает макаронные изделия закипать мы их обязательно несколько раз перемешаем во время варки чтобы они не пристыли или не прилипли к одну кастовского в кастрюлю вот так ну что попробуем наш гуляш что в нем не хватает может соли мать еще что-то может перчика кому надо еще пробуем все самый-самый смак ничего добавлять лишнего больше не надо все наш гуляш готов мы вытаскиваем наш лавровый листик не хочет никак все гуляш наш готов наши макароны сварились мы их откидываем на дуршлаг и промываем теплой водичкой соточной вот так перемешиваем и оставляем минуту на две чтобы водичка наше стекло в нашу кастрюлю добавляем сливочного масла ждем когда нарастает и обжариваем минуты две наши макароны изделия которые мы отварили к нашему гуляшу вот такой у нас получился гуляш с макаронными изделиями кому нравится делайте ну а я на этом с вами прощаюсь и говорю кто сейчас собрался кушать вместе со мной приятного аппетита кому нравится ставим лайки подписывайтесь на мой канал кому не нравится ставим дизлайки а на этом я говорю пока пока до скорых встреч они обязательно будут я вас всех люблю до скорых встреч